Доброе утречко, девочки мои! Погода сегодня хорошая, хотя прохладно. Всего-то сейчас 10 градусов. Солнышко пробивается немножко. И ветерочек я вижу колышит. В общем, одеваю я всё равно курточку. И куда я сейчас собираюсь, собираюсь на почту. Всё, девочки, я вышла и иду на почту. Осень уже в полный рост. Я смотрю, жёлтые листья уже опадают. Но погодка сегодня хорошенькая, солнечная. Свежий воздух. Классно. Я посылочку заказала, но интернет-сайта я ещё там не заказывала. Кое-что интересненькое я там себе призаказала. Мне, в общем-то, не терпится уже посмотреть, что же там. Поэтому я с утра проснулась и, в общем-то, сразу кофе попила. Мюсли поела с молочком. Ой, какая что, солнышко. Класс. И всё. И решила с утра пройтись по воздуху, забрать посылочку. И скорее же вам её показать, что там я заказала. Ну вот, девочки, я принесла посылочку домой. Вот такая вот посылочка. Вот она. Это сайт. У нас называется rendezvous.ru Ну и мне не терпится уже её распаковать же. Мне не терпится. Я люблю посылочки. Что там у меня лежит. Вам тоже, наверное, не терпится. Я вообще первый раз делаю заказ на этом сайте. Поэтому мне особенно не терпится. Оп. Посмотрим. Класс. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Вот так вот. Тут. Хорошо так запаковано. Видите, чтобы ничего там не испортилось. Одна такая вот воздушная. Ещё воздушная. Так. Надо ещё там что-то распаковать. Давайте достанем. Дай посмотрим, да? Так. Раз. 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 Всё. Видите, как всё запаковано классно. Вообще. Отличненько. Так. Вот там. Сейчас посмотрим, что у нас тут написано. Посмотрим. В общем, у меня в посылочке два крупных предмета. И вот то, что я по мелочи заказала, оно ещё вот так вот упаковано. И по мелочи масочки там всякие, меленькие такие подсимирные штучки. Это мы к этому вернёмся. Самая крупная, я сейчас вам сразу покажу. Значит, девочки, самая крупная, это топ-8 ароматов. Вот такая вот штучка, наборчик такой. И сейчас мы его раскроем, запакован тоже. Кстати, вот такую упаковочку можно вполне даже подарить кому-то на день рождения, на 8 марта или на любой какой-нибудь праздник. Не знаете, что дарить? Вот, взяли наборчик и подарили. Прекрасно. Кстати, эти наборчики есть как мужские, так и женские. Пожалуйста, выбирайте, какой вам надо. Так, сейчас я разберусь, как это тут открыть надо ещё. Вот я тоже. Ларчик просто открывался. Тут просто вот так вот на магнитике. Вот раз. Вот. Раз. И на магнитике закрывается. Есть разные наборы ароматов. Ароматы я выбрала, ну, я выбрала более бюджетный вариант. И есть там подороже. И я посмотрела название ароматов. Некоторые мне знакомы, и они мне нравятся. В общем, и выбрала я вот такой вот. Они такие идут спрейчиком, шикаются. Ой, какая прелесть, какая прелесть. Сейчас я вам покажу поближе, как это выглядит, девочки. Смотрите, вот такая коробочка. Закрывается на магнитике. И вот смотрите, какой ассортимент в моей коробочке. Дольче Габбана, Шанель, Ланвин, Нарцисса, Родригес, Берсачи, Нина Ричи, это Джурла, не знаю, как это прочитать. Лакост. В общем, классный наборчик. Просто классный. Самое главное то, что можно на любой случай идете в одно там торжество, или в другое, или дома, или куда-то, выбирать запах под настроение. Классно. Вот восемь небольших, и места много не занимает наборчик такой. И вот я решила сейчас попробовать. Оп, это у меня что? Я взяла Дольче Габбана. Ой, как пахнет. Кстати говоря, очень мне нравится этот запах. Он прямо такой приятный и нежный. Такой свежести. Запах это то, что я люблю. Так, ну давайте дальше, девочки. Из того, что крупное. Вы же знаете, алмазную мозаику я люблю. И вот у меня на стене тут уже пять картин. Выбрала я картину, которая называется Барс. Вот такой вот красивый Барс. Вот видите, как на картинке. Картина здесь 30 на 30 и 12 цветов. И вот мне интересно, как же картина 30 на 30 поместилась в такую небольшую коробочку. Ну мне прям не терпится и открыть, и посмотреть. Давайте посмотрим. Так, раз. А, она трубочкой свернута, эта картина. Вот как. А я думала, она будет развернута. Так, ну, основа такая же, как обычно. На какой основе это делается? Тканевая такая основа. Картина закрыта пленочкой. Кусочек сейчас приоткроем. Вот. И вот она здесь нанесена. Эта картина. Вот. Не буду дальше открывать, потому что эта пленочка защитная. Должна быть защищена. Так. Ну и вот здесь лежит все, что положено. Вот эти вот алмазики, ванночка, палочка. В общем, все, что нужно, все тут есть. Хорошо. У меня новая картина будет. Так что у меня теперь есть чем на досуге заниматься. Отлично. Просто я рада новой картине. Так, ну и давайте же посмотрим, что я тут из мелкой продукции заказала. Так, заказала, девочки, я губную помаду. Так, я хочу, я ее посмотрю. Я уже, честно говоря, и не помню, какую заказала. Номер здесь 222. Кстати, цены буду писать где-нибудь наверху или внизу, там в описании. Ссылочку я оставлю внизу на сайт. В общем, там, может быть, на товар еще. В общем, все ссылочки будут в описании внизу. Смотрите. Так, сняла я пленочку, девочки. Кстати, вот написано здесь, лимон написано. Это матовая помада. И она такого цвета, как обычно, я крашу. Это вот сейчас у меня яркая. Вам понравилось. Вы написали, что она мне идет. Я ее накрасила яркую. А обычно у меня вот на повседневку у меня такие вот, ну, нюдовые-то она, бледные. Так что вот это вот у меня, кстати говоря, помада. Но она, она запаха не имеет. Так, на руке. На руке она вот так выглядит. Ну, это как раз то, что я обычно и ношу. Так, прекрасно. Я довольна помадой. Так, ну, давайте дальше покажем. Вот это вот ароматическое саше в конверте. Аромат катон, хлопковое облако. И вот я захотела такое вот саше. Я люблю иногда. Ну, в шкаф повесить. Я его вскрою сейчас. Мне интересный запах такой. Так. О, какой приятный запах. Так, его вот так вот прям конвертик и надо повесить куда-то. Ой, какой приятный запах. Классный. Ну, катон, я запах знаю. Он мне нравится. Поэтому я катоны заказала. Так, что дальше, девочки? Свежий взгляд на красоту. Это у меня что? Северные ингредиенты. Это увлажняющий, ухаживающий крем для лица с тональным эффектом. А это просто вложили у меня как пробничек, да? Вот такой вот маленький. Хорошо. Хорошо. Так, значит, вот масочки. Я заказывала масочки, я помню. Маска для лица тканевая. Так, ну, это тканевая масочка, это все понятно. Это я вижу с пчелками. И еще, еще масочку детокс. Я заказала вот такую пенящуюся. Ну, такие масочки я люблю, вы знаете, да? Вот здесь она. Вот эта масочка, девочки, это очищающая маска пузырьковая с вулканическим пеплом. Вот такую масочку заказала себе. Ну, я люблю такую пузырьковую. Так, заказала еще масочку гиалуроновой кислотой. Тоже тканевая масочка. И заказала носочки. Девочки, я люблю вот эти вот носочки для ног. Тоже масочка, маска-носочки. Вот это тоже мне понравилось. Недавно делала. Ну, делала с другого производителя. Но теперь попробую вот эту. В общем, разных масочек заказала. Девочки, хочу поближе вам показать вот эти масочки. Кстати, масочки сделаны вот Madden Korea. Корейские. На корейском написано. Это с пчелиным ядом и гиалуроновой кислотой. Вот эта масочка очищающая. Ее лучше делать на ночь. Потому что, ну, может остаться, знаете, как очищающая, как покраснение может быть. Вот. И носочки. Это тоже корейские. Тоже вот на корейском написано. Я думаю, должны быть очень хорошие вот эти вот средства косметические. А вот это написано Madden Франция. Ну, правда, пахнет Францией. Французскими духами. Классно. Ну, и все, девочки. Показала весь свой заказик небольшой. Но самое главное то, что вот такие... Ой, какой приятный, нежный аромат. Он такой, знаете, вот ненавязчивый. Это вот это вот 8 ароматов. Надо будет другие еще попробовать. Самое главное, пшикнула на угол. Первый встречный взяла. И он такой ненавязчивый запах. Такие вот нежные тона. Я очень люблю запах. Запахов не люблю, когда очень сильно. В общем, то, что нужно. Да. Теперь я буду знать, что вот если кому-то нужно подарок подарить. Мужчине, женщине. Вот тоже очень классный подарочек такой. И самое главное, когда не знаете, какой, допустим, там аромат подарить. Тут есть выбор. Человек сам выберет себе. Чем пользоваться больше, да. Все, девочки. На этом я заканчиваю вот этот свой показ. Все ссылочки смотрите внизу. Все, что я заказала, мне понравилось. Заказиком я довольна. Там на сайте много еще чего интересного есть. Но закажу я в следующий раз. А вы пройдите по ссылочке. Тоже посмотрите, какие там есть товары. И очень много интересного. Может быть, что-то вы себе и выберете. Кстати, этот конвертик пахучий пахнет французскими духами. Его не обязательно прямо в шкаф вешать. Можно просто в помещении. Будет очень приятный аромат в помещении. Вот я думаю, поставлю пока сюда. Нанюхаюсь. Потом, может быть, в шкафчик повешу. Ну, в общем, посмотрю. Девочки, ссылочки на все эти товары я вам оставлю в описании. Заходите, читайте. Там подробности всякие разные написаны. В общем, мне нравится это прям Франция, Франция. Девочки, я вышла на улицу и собираюсь идти в магазин. Раз у нас такой шопинг-влог, значит, будем снимать еще покупочки другие. Кстати, я сейчас накрасила губную помаду, которая вот из этой посылочки. И мне кажется, она мне очень даже идет. И она очень подходит к этой курточке. И еще забыла я вам сказать, что ссылочку на промокод я оставлю в описании. Проходите там по ссылочке. Будет скидочка 10% для тех, кто на меня подписан, на моих подписчиков. И также там будут другие еще скидочки. Суммируются скидочки. Так что заходите. Все, вся информация вы по боксу внизу. Ой, какой ветер разгулялся. Меня взлохматил. В общем, я хочу сейчас зайти в фикс прайс. Потом мне нужно еще зайти в мясную, в магазин мясной. И зайти в палатку, купить кое-какие овощи. Ну, пойдемте. Так, спускаемся в фикс прайс. Так, ну, первое, что я вижу, когда захожу, вот, натыкаюсь вот этот стенд, где новиночки стоят. Точилочки механические опять появились. 249. Это вот эти подставочки. Белая посуда. Такая вот интересная форма. Вот это ценит. На нее есть разные цены. Вот мне нравится кувшинчик для воды. Графинчик такой стеклянный, прозрачный, с черненькой крышкой. Ничего так хорошенький. Ну, у меня есть маленький, мне он достаточно. Так. О, какая большая штука. Сервировочные блюда. Тут большая доска. Тяжеловатая, из чушь она сделана. Тяжеленькая. Набор подставок 99,4 штуки. Доска. Ну, это все такое черное. И также вот черные баночки для сыпучих продуктов. Ну, вот я хочу прозрачную. Они тут разных размеров есть. Вот это какая-то такая подставочка. В общем, это для интерьера. Для интерьера кухни. Ложки. Ложки, вилки сюда ставить. А тут уже для Хэллоуина. Костюмчики есть. Детский костюм. Накидка вот такой. Власти 49. И вот такие вот костюмчики. Хэллоуин. Скоро, наверное, да? Хэллоуин. Так, подошла я вот сюда. И думаю, купить Насте, что ли, какие-нибудь зажимчики для волос. Чтобы по-быстренькому раз-раз зажать. Ну, что-то больше я как-то вот на это смотрю. Ладно, возьму. 55 рублей будет. Вот алмазная мозаика появилась. Это для вышивания. Новенькие картинки появились. Это для детей. Как всегда, я останавливаюсь в канцелярии. Вот мне интересно, пластиковые цветные карандаши. 12 цветов. Пластиковые-то как? Так. Это они сами по себе какие-то. А, грифель какой-то особенный. Вот тут еще алмазная мозаика есть. Вот такая вот. И вот я смотрю. Вот эта объемная аппликация. Тут по номерам тоже наклеивать такие квадратики. Ну, я возьму такую Насте. Так, дошла до носочков. Надо на стюле купить еще носочки. Я все время ей отдаю. Они у меня убывают. Надо заново еще их приобрести. Подтяжечки такие интересные. Люблю кухонные вот эти принадлежности смотреть. Девочки, смотрите. Диспенсер для фольги и пергамента. Вот сюда рулончик внутри положили, закрыли. И потом раз, вытянули сколько нужно. И обрезается вот этими зубчиками. 55 рублей стоит. Прикольная штучка, да? Мне нравится. Вообще мне нравится, когда иду в экспрессе и радио молчит. Можно спокойно говорить. Единственное, что, конечно, слышно людей, как они болтают. Контейнер для холодильника подвесной. Ну, не знаю. Какие-то прикольные штучки, но вот нужны они, не нужны. Самое главное, не брать надо то, что не нужно. Шприц кулинарный для соуса. Вот такой вот, смотрите, есть на 60 миллилитров. А вот набор детской посуды. 199 рублей стоит. Тут чашечка маленькая, что-то. Вилочка, ложечка маленькие. Они такие, прям совсем для малышей. Тарелочка. Вот, кстати, можно и на подарок такой даже взять. В общем-то, я сюда пришла со списком. Хочу емкости для специй заменить. Но вот были здесь как-то кругленькие. Дочка мне покупала. Но я смотрю, их в последнее время нету. И, ну, может быть, как-нибудь появятся. А вот эти, ну, они здесь маленькие. Здесь маленькие. Нет, это мне не подходит. Это для специй. Для маленьких таких мед. Выбрала я себе еще носочки. Вот люблю я такие вот носочки. Их даже, они, в общем-то, недорого. Уже 99 стоит. Раньше стоили 50-55 разных цветов. Ну, их периодически меняют. Но они такие вот пушистенькие, мягкие дома. Ноги, когда мерзнут, так классно. Одел и все. Так, ну и с этой стороны таких баночек нету. Очень жаль, очень жаль. Ну, что тут посуда. Разные. У меня, в общем-то, посуда сейчас дома. Как раз то, что нужно есть. Я, кстати, недавно перебирала. О, кстати, какая классная миска. И она, похоже, как будто не стеклянная. 199 стоит. Или стекло. Такое ощущение, что она пластиковая. Стоит 199 рублей. Вот еще есть такой набор для специй на подставке. 249 рублей 4 штуки. Но мне надо не для специй. Мне надо для круп. Там панировочные сухари, насыпать соду. Вот такие нужны. Там повыше, пониже. Но это вот что это такое. Для ножей подставка. Для ножей такая. Так. Ну и, собственно говоря, что-то еще. А у нас это для соли, для перца такая еще есть. Кофейничек. Чайничек, вернее, для заварки. Так. А вот это, ну, это не то. Это не то, что мне нужно. К сожалению. Так, супницы. Такие супницы есть разные. Посуда такая мне не нужна сейчас. Мне нравится вот эта форма для запекания. Такая прикольная, да? Беленькая. Ну, для духовки подходит. А вот термобокал. Колба в колбе. Видите, сюда налили кофе. Или чай. И держите в руках. И оно не горячее. О, как хорошо, что мне попалась вот эта бутылочка. Для масла и уксуса. Ну, вот для уксуса мне она нужна. Да. Стоит 149. Надо взять. Давно искала такую бутылочку. Не могла найти. Увидела я ценник. Малина с сахаром. Я смотрю, здесь есть клубника. Малины нету. Я вот думаю взять, что ли. Это протертая с сахаром, в общем-то, ягода. Настя иногда хочет что-нибудь вкусненькое. Можно вот такое взять. На хлеб намазать. Но оно густое такое, как джим. Возьму, наверное, пусть будет. Тунец натуральный. Я смотрю, куски. 55 рублей стоят. Взять, что ли. Пусть будет. Так, я смотрю, тут соки недорогие. Не знаю, взять, может быть, один такой. Один яблочный. Привет, я даже не знаю, что это. Ну, попробуем. Сок гранатовый, азербайджанский. 55 рублей стоит литр. Я брала в магазине литр за 100 рублей. Не знаю, не знаю, взять или не взять его. Так, ну, кое-что набрала. Всё, пошла дома вам покажу. Так, ну, всё. Я вышла из фикс-прайса. Набрала там столько еду мясной. Вот это донские традиции. Нужно мне купить, девочки, фарш. Хочу купить индейский. Индийский из индейки. Так, фарш из индейки. Вот, сейчас возьму. Так, фаршик я взяла. А вот, кстати говоря, вспомнила, посударь магазин у нас есть. Надо посмотреть баночки для специи. Может быть, там есть. Ну, вот, я почти всё взяла. Ну, вот, помидорчики розовенькие я люблю брать здесь. Такой вот у нас, как ларёк-палатка, не палатка, ларёк-магазинчик маленький. Вот розовые, красивые помидорчики, вкусненькие, сладенькие. Кабачки ещё надо взять. Ну, ещё сейчас посмотрю. Курма у нас уже 150 рублей. Ну, она ещё пока миленькая. Но уже есть. Ну, такое, она вроде сладкая, но я не поняла. Ещё какая-то 140. Вот там есть. Разные винограды, гранаты. В общем, дыньки. Даже есть ещё всё. Разные яблочки. О, перчик ещё надо взять. В общем, сейчас буду набирать полные руки и уже включусь потом дома. Всё, девочки, я пришла домой. Набегалась, проголодалась. Поэтому я взяла в мясном люля-кебаб. Это куриный. Вот как раз я его сейчас с овощами поем. Масло вот это отборное посоветовали. Я сказала, самое лучшее. Сказали вот это. Но оно больше 100 стоит. Сколько точно стоит, я не знаю. Не скажу сейчас. Так, и фарш из индейки я взяла. Это 369 рублей за килограмм. Здесь больше килограмма немного. В общем, это как раз я буду делать, но не сегодня, а перец фаршированный. Так, ну а тут я не все цены запомнила. Орешки стоят 100 грамм 90 рублей. 900 рублей килограмм. В общем, взяла тут 200 грамм примерно орешки. Их полезно кушать. Взяла 2 кабачка. Баклажаны у меня есть. Перчик вот этот буду фаршировать завтра, скорее всего. Киш-миш виноград мы с Настей любим. Помидоры взяла вот такие вот хорошие, это покушать. И по 50 рублей такие вот взяла на томатик. Так, взяла сало, хоть я и на диете, девочки. Но сало там иногда чуть-чуть буду есть. Но поделюсь я с сыном. Вот это сало, ну на работу раз-раз взял, утердор. Сын любит сало. И немножко зелени взяла. Вот это вот я взяла в ларьке. Так, ну что, давайте посмотрим, что я тут набрала. Все это вот из фикс прайса. Заколочки, две штучки, Настя взяла, 55 рублей. Вот эти носочки детские, хлопок, написано хлопок. Но они на ощупь чувствуются, что хлопок. Здесь две пары, как раз то, что нужно. Вот это объемная аппликация. Здесь 500 объемных элементов. Картинка 17 на 23. И я так понимаю, что здесь вот такие разноцветные, как кубички, наклеечки. И они там по циферкам наклеиваются. Ну, по крайней мере, ребенку это проще делать, чем вот эти вот сразики алмазные, которые я делаю. Так, фрутелла, это мармеладка мягкая такая, 27,50 стоит. Сок вот этот вот, сокосодержащий, хотя написано 100%. 11 рублей, а этот 13,70 стоит. Так, вот для Насти вот еще ломтишка, вот эти вот ломтички. Не знаю, пусть попробуют. 55 стоит. И вот эта протертая с сахаром клубника тоже стоит 55. Дальше вот этот тунец натуральный 55 стоит. Бутылка 149 стоит. Ну, прикольно. Классная такая. Раз, раз. Мне нравится. Добрала я кашки. Ну, была сегодня кашка одного вида. Пачка стоит 7 рублей 10 копеек. 6 штучек взяла. Взяла себе носочки новые. Старые пора повыбрасывать. Я взяла две пары. Такие они мягкие, классные. По 99 рублей. Прямо кайфую я, когда в этих носочках. Еще я взяла вот этот коврик. Стоит он тоже 99 рублей. Но обычно я его стелю там, где посуду мою, кладу. И чтобы не громыхать посудой. Ну, он со временем как бы становится такой несвежий. Я новенькие покупаю. Вот как раз белый цвет. То, что мне надо. Там других цветов они еще были. Попалась мне корзинка вот эта вот маленькая. 13,70 стоит. И вот светлого цвета. Потому что до этого мне попадались только там синий. Еще какой-то цвет. Ну, мне вот этот цвет понравился. И он мне как раз подходит. Я его взяла. И вот такие вот перчаточки. СПА перчаточки. Ультравлажнение для рук. 77 рублей. Корея. Мадан Корея. Коврик там длинный оказался. Я отрезала его. Даже там еще осталось больше половины. Ну, вот он такой силиконовый классный. Вот на него посуду я сюда кладу. И вот корзиночка как раз по цвету здесь в тему стоит. В корзиночку как раз три баночки поместились. Все. Приотличненько. Ну, вот и все, мои хорошие. Я вам показала все свои покупочки. Покупочками довольно. Все такое купила. Нужное, полезное, вкусное. Все для дома. Вот. На сегодняшний день я все уже, что хотела вам показать, показала, сняла. Можно сказать, шоппинг день удался. Я довольная. Я люблю, когда покупочки какие-то дома есть. И то, и то. Все радует. Все очень интересно. Кстати говоря, вот эта губная помада хорошо держится на губах. Я в ней сходила в магазин, пришла. И все прекрасно. Она увлажняющая. Она не сохнет, не впитывается быстро, как обычно. Единственное, что может быть немножечко тон. Это я купила светлее, чем обычно я пользуюсь. Но если я добавлю туда немножечко розового сверху, и будет как раз то, что нужно. В общем, еще раз хочу вам, девочки, напомнить, что промокод и все ссылочки на интернет-магазин, которые я показывала в начале видео, все это вы увидите в инфобоксе, все это в описании. Все ссылочки, все, все, все. И вся необходимая информация. Заходите туда. И много чего интересного вы можете там увидеть. Ну и на товар ссылочки есть там тоже, которые я вам продемонстрировала. Все, мои хорошие, прощаюсь я с вами. Сегодня делать уже ничего не буду. Все, сейчас я обедаю и буду отдыхать. Ну а в новом видео вы уже увидите, что я буду делать завтра, что я буду готовить и чем буду заниматься. Ну на этом я с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Пишите комментарии, что вам понравилось. И все, до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok